Казахстан на этой неделе принимал высоких гостей. Буквально одновременно в столице. Съезд мировых религий, апостольский визит Папы Римского, ну и государственный визит главы КПК. Но обо всем по порядку. Слово нашему обозревателю Виталию Попову. Редкий случай в большой политике. Президент Акаев лично провожает председателя КНР до трапа самолета. Знак особого отношения между лидерами, которые говорят на одном языке. Акаев прекрасно владеет китайским. Учил его в МГИМО. По сложности является, по-моему, одним из самых сложных. Это тональный язык, то есть нужно иметь прекрасный слух, прекрасную память, чтобы запоминать эти все иероглифы. В совершенстве английским владеют англичане, да и те, которые закончили Оксфорд или Кембридж. Китайским в совершенстве владеют китайцы, которые закончили Пекинский университет или другой китайский университет. Но, в принципе, достаточно глубоко я обоими языками владею. Что касается того, чтобы поправлять переводчиков, то я делаю это в крайних случаях, когда уже дальше терпеть невозможно. На рубеже 80-х-90-х работал секретарем в составе советского посольства в Пекине. Увидел страну еще при жизни великого Мао. Такаев даже был переводчиком у Горбачева, когда тот прилетал в Китай в 89-м. Для товарища Си визит в Казахстан – первый международный с начала пандемии. Визит самого высокого уровня – государственный, со всеми атрибутами. На языке международного протокола это проявление высшей степени доверия. Мы договорились установить вечное и всеобъемлющее стратегическое партнерство. Казахстан заинтересован в укреплении сотрудничества с Китаем в различных сферах. Мы шагаем в будущее вместе таким образом. Мы никогда не отступим от нашей непоколебимой дружбы. Отношения с Китаем Казахстан начал развивать сразу после обретения независимости. Как-никак почти 1800 километров общей границы. За 30 лет дружбы Поднебесная инвестировала 70 миллиардов долларов. Нефтегазовый сектор, энергетический, горная металлургия, транспортная логистика. Страны соединяют два магистральных нефтепровода – Кенкияк-Кум-Коль и Атасола-Шанькоу. За последние годы построен транзитный автомобильный коридор Западная Европа-Западный Китай. Через Казахстан проходит почти 2800 километров трассы. Новые железные дороги обеспечили удобный выход на Каспийские порты Актау и Курык. На границе создан сухой порт Харгос-Восточные ворота. Модернизирован пропускной пункт Достык. Здесь товары переставляют с более узкой китайской железнодорожной колеи на колею стран Содружества. Через Казахстан они едут в Европу в три раза быстрее, чем по морю. Строительство таких инфраструктурных объектов – это дает новые точки роста в различных уголках Евразии. И в Китае, и в странах Евразийского экономического союза, и в европейских странах. Это новые рабочие места, это развитие машиностроения. Свою крупнейшую программу инфраструктурного развития Нурлыжол Казахстан интегрировал с китайской инициативой «Один пояс, один путь». Это новый шелковый путь, который охватывает большую часть Евразии. В Казахстане в рамках программы появились не только дороги, порты, транспортно-логистические центры, специальные экономические зоны. Главы двух стран не раз запускали совместные проекты. За визитом товарища Си в Казахстан следила вся мировая пресса, ведь впереди у Китая важное политическое событие – 20-й съезд Компартии. Он определит вектор развития страны на ближайшую пятилетку. Это говорит о том, что внутри Компартии Китая все стабильно. То, что Си Цзиньпин может позволить себе выехать за пределы страны за месяц, то решающее 20-го съезда Компартии. Во-вторых, это еще сигнал для внутренней аудитории, потому что, как вы знаете, в Китае тоже немало своих внутренних вызовов. Год назад товарищ Си получил официальный титул «Кормчик китайского возрождения». При нем затаившийся дракон обретает новые черты и геополитические предпочтения. Сейчас был такой четкий месседж, что КНР будет усиливать взаимодействие с Казахстаном и странами Центральной Азии в вопросах безопасности. Там были именно подчеркнуты, что это между армиями, вооруженными силами, спецслужбами. Последний жест показывает, что дракон больше заинтересован в Центральной Азии и заявляет об этом недвусмысленно. Если раньше об этом были просто намеки, теперь председатель КНР говорит об этом прямо. То есть имеется в виду, что Китай будет заинтересован в безопасности Центрального Азиатского региона. Это он сам озвучил. О том, что сотрудничество будет укрепляться, Си Цзиньпинь в рамках визита говорил не раз. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности. Твердо поддерживать проводимые вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела вашей страны. В ответной речи слова «дружба и сотрудничество» произнес семь раз. А еще сказал, что казахско-китайские отношения теперь взлетят высоко, как орел на подаренном ордене. Италий Попух, Кирилл Потемкин, Алмаджил Кишин. Программа «Вместе» Казахстан.